Вообще я хочу рассказать про организацию разработки в широком смысле этого слова, про процессы, методологию, соотношение тестировщиков и разработчиков, про команду, про то, как ее удерживать, про то, как с ней работать. Кто я вообще такой? Почему я имею какое-то моральное право или, может, не имею морального права стоять перед вами и вам что-то говорить? В индустрии больше 10 лет начинал тестировщиком, потом руководитель группы тестирования, потом разработчик, потом руководитель разработчика и последние 5, наверное, уже лет сетевой небольшой компании. Кто мы такие? Что за компания, что за продукт? Мы сделали медицинскую информационную систему. Надо понимать, что это про медицину, это вообще очень ретроградная отрасль, которая очень сопротивляется изменениям. Мы туда пришли и написали не так, как принято, и не на том, как принято. Медицина — это интерпрайз. Интерпрайз испокон веков, ну там уже два десятилетия, писали сначала на Дельфе, потом пишут и продолжают успешно писать на Яве. Со всей Явовской обвязкой. Виндовые обычные сервера, база данных Oracle и так далее и тому подобное. Мы пришли в эту сферу и написали это на, черт подери, PHP, с базой данных Postgres, то есть полностью взяли свободное программное обеспечение. Это ПО написано не так, как принято. Стандартный интерпрайз цикл — это цикл, когда мы сначала долго описываем требования, потом долго эти требования согласовываем, потом что-то там утверждаем, потом пишем архитектуру, потом что-то с этой архитектурой делаем, нанимаем кучу архитекторов, потом после архитекторов приходят разработчики, потом это тестируют и потом, может быть, лет через 10 внедряют. Мы пошли не тем путем, у нас не было 10 лет совсем. Смотрите, команда наша — это в пике 25 человек. Это и тестировщики, и разработчики, и менеджеры, и руководители, и девопсы, и админы. То есть 25 человек написало систему, которая, ну, мало... Ну, очень большая, скажем так. О чем мы сегодня поговорим, как я уже сказал? Мы поговорим про методологию, какую методологию вам... Мы выбрали, да, наш опыт. Мы поговорим про процессы, про процессы управления, процессы постановки задач, процессы контроля качества. Мы поговорим про грабли чуть-чуть. Мы поговорим про команду, как с этой командой работать, как команду удерживать, как команду собирать. Ну и, естественно, в общем, все это — это наш опыт. о чем я хочу сказать все что я сегодня здесь буду перед вами рассказывать это все исключительно то что сработало у нас не факт что это сработает у вас мало того что возможно что-то что вы возьмете вам сломает ваши процессы не пытайтесь повторить это у себя дома на своих рабочих местах если есть возможность лучше повторить этого соседа не ломайте себя но возможно вам где-то это поможет также я хочу обратить наше ваше внимание на то что все что я буду рассказывать я буду рассказывать не совсем просто как опыт а в контексте двух временных интервалов временной интервал активной разработки системы и временной интервал последующий развитие последующего развития и поддержки этой системы процессы меняется от разработки к развитию как они меняются мы с вами посмотрим мы посмотрим в конце я вам задам вопрос да вы пытаетесь на него ответить я скажу наш ответ вопрос ключевой а что случится сложнее сделать систему или ее развивать задачи которые перед нами стояли я сначала на них хочу обратить внимание из этих задач будет понятно в каком контексте мы работаем первое первые две задачи которые перед нами поставили это сделать быстро и соответствии с требованиями все видели ролик про 8 красных 7 красных параллельных линий которые должны пересекаться вот это примерно из той же оперы мы делаем либо быстро либо в соответствии с требованиями и в принципе эти два требования в стандартной классической разработки они взаимоисключающими то есть либо мы говорим что мы 10 лет пилим продукт 5 лет там два года до зависимости от размера и он будет стопроцентно соответствует требуем либо мы как-то это делаем и этот продукт вроде соответствует требованиям вроде похож но не совсем то еще одно требование которым перед нами поставили но его поставила перед нами сама жизнь это высочайшая надежность продукта вы представляете себе что такое вообще медицинская информационная система в современной больнице это система которая заведует всеми процессами туда поступают анализы пациента там пишутся какие-то особенности и если у нас есть стационары в больнице или не дай бог реанимация то система не имеет права отказать потому что если система отказала пациент может умереть то есть вот до такого уровня идет надежность это надежность надо было обеспечить ну и кроме всего прочего современные больницы это множество отделов множество департаментов которые выступают вставляют там совершенно разные дичайшие требования множество владельцев процессов они друг другу противоречит вот таких условиях мы собственно делали наш продукт и в этих условиях родился наш опыт с чего начнем начнем мы с методологии ну вы стартуете допустим перед вами поставлена задача сделать новый продукт вам нужно выбрать как вы будете этот продукт делать с точки зрения методологии с точки зрения процессов с точки зрения постановки задач у нас вообще в принципе есть два направления классических это гибкие методологии разработки и отжаял во всем его красе и и итеративные методологии разработки водопад если мы тут будем говорить там про такие вещи как project management book of knowledge да по имбок тот четвертая версия по которой на западе делается по он до четвертой версии который вышел по моему 2009 году а там говорили что было надо делать только по водопаду и никак иначе другие подходы они не имеют права на жизнь потом туда включили отдельные вещи по методологии гибких разработок а они их признали как как в общем почему надо использовать ту или другую методологию и какие у них есть недостатки да если мы говорим про agile agile это быстро мы что-то делаем через неделю показываем результат если результат нас не устраивает мы как-то корректируем мы начинаем делать сразу мы получили заказ что-то сделать и вот прям сразу без формализованных требований приступаем к работе в итоге у нас получается как из известной картинки я выдернул там один слайдик да примерно вот так вот она вроде похожа но вообще но требования не совсем соответствует плюс отжаял в том что быстро в том что мы просто пропускаем вот весь этот процесс согласования требования описание этих требований формализации и так далее если мой процесс процесс не пропускаем у нас водопад вот этот зверек я бы его честно говоря сделал бы официальной картинкой этой методологии все представляют что такое водопад вообще водопад это когда мы сначала пришли к заказчику опросили людей зафиксировали требования согласовали эти требования заказчиком потом начали писать документацию написали документацию согласовали документацию с заказом заказчиком после согласования начали делать какую-то архитектуру сделали архитектуру, приняли, начали писать код. И пока один процесс не закончится, другой процесс не может быть начат. Надо это понимать. Это водопад. Из-за вот этой вот итеративности процессов, из-за того, что заказчик говорит, ну нам надо вчера, но когда ему отправляешь документы, он две недели его, черт подери, согласовывает на две странички. Водопад это очень-очень-очень медленно. Я напомню, что перед нами, в общем, была поставлена задача сделать быстро и сделать в соответствии с требованиями заказчика. Как у нас получилось? Я обещал, что мы все будем проецировать на два временных интервала. Вот есть интервал разработки, есть интервал развития, между ними линия внедрения, когда мы внедрили в систему первому заказчику. У нас получилось по-настоящему вот так вот. Где-то за у нас там за 4 месяца до внедрения была готова версия релиз-кандидат. Первая версия релиз-кандидат. До окончания разработки этой версии мы шли по agile. То есть мы пришли, нам дали задание, мы сразу начали делать. Прямо вот сразу, с первого дня, с первого часа. Мы начали писать код, мы начали давать результат. Оно, когда мы сделали релиз-кандидат, мы пришли к заказчику, заказчик посмотрел и сказал, все не так, все переделать. Вот это все сворачиваете, выкидываете, несете и делаете заново. Мы сказали, хорошо, но сначала мы с вами согласуем. Что же мы делаем заново? Настоящему получилось не так много, получилось всего лишь около, по-моему, 150 замечаний формализованных, которые были сделаны всей командой за период в районе трех месяцев. И вот с этого момента мы начали переход на водопад. Мы эти замечания согласовали, мы на них получили документацию, и когда это уже не целиковая система, когда это уже итеративные доработки, их можно называть эпиками, можно называть бизнесовыми задачами, как угодно можно называть. Вот с этого момента мы перешли на водопад, на классический водопад, когда мы согласовываем требования. Почему от водопада нельзя отказаться сейчас, когда система находится в продакшне? Потому что любое внедрение, любой бизнес-фичи в проект, когда система уже работает, если эта фича в общем не согласована, то она может помешать работе. Поэтому, если у вас фактически системы стоят в продакшне, для того, чтобы гарантированно не нарушить работу системы или отдельных ее функций, ну, к сожалению, вам придется сначала согласовывать по ней документацию, ее подписывать, описывать целиком, проектировать архитектуру и так далее. Это, опять же, наш опыт, возможно. Я знаю примеры, которые, когда ко мне подходят в куларах и говорят, ну нет же, у нас работающий продукт, и мы работаем по аджайлу, да, оно может сработать, если у вас заказчик внутренний. То есть, если ваша собственная компания оперирует этим продуктом, это продукт для клиентов. Если это интерфайс рынок и продукты для других компаний, практически никогда не сработает. Про что поговорим дальше? Дальше мы с вами поговорим про процессы. Что я подразумеваю под процессами? По-настоящему я тут в кучу всего намешал. Пять вещей, которые, в общем, опосредованно связаны друг с другом. Какие-то пересекаются, какие-то нет. Но это вот, на мой взгляд, как руководителя разработки, как руководителя вообще технического всего этого проекта, это те вещи, которые нам помогли сделать продукт. Это наши основные процессы. JetFlow, Continuous Integration, Continuous Delivery, Персонифицированная ответственность и Контроль качества ПО. Контроль качества у нас это красная нитка, которая идет везде. Поговорим поподробнее про все вот эти вот процессы. Сначала классика. Поднимите руки, у кого еще нет в компании JetFlow. Я вам сочувствую. Искренне. Все, наверное, знают, что такое JetFlow. Я надеюсь, все знают. Если не знают, я не буду там долго расплекаться. Вот это вот примерно классическая схема JetFlow. Единственное, что у нас тут немножко модифицировано, это вот от мастера, вот там стрелочка последняя в синий, идет в силу того, что у нас несколько продуктовых команд, продуктовых групп, которые одновременно делают эпик-задачи. Эти эпик-задачи, они в разное время попадают в основную ветку проекта, поэтому у нас вот эта дополнительная стрелочка появляется. Вообще, я предыдущий проект вот до этой медицинской информационной системы я делал не по JetFlow, когда мы начали работать вот с JetFlow, знаете, сколько проблем отпало? Вот прям как будто новую жизнь начинаешь. Вот все старое забываешь, как страшный сон, и вот начинаешь новую жизнь. Continuous Integration. Непрерывность разработки, непрерывность интеграции. За счет чего она у нас достигается? Ну, во-первых, замечательный инструмент GitLab. Тот же GitHub, только у вас локально, да? Сейчас этот инструмент умеет не просто хранить репозитории, не просто вести проекты, но и в него включили кучу фич, которые очень облегчают жизнь. Например, вы там можете делать мерш-реквесты, а он еще вдобавок к этим мерш-реквестам может автоматически запускать тесты. Я, наверное, сейчас банальности говорю, да, но это реально вот если у вас этого нету, то сделайте это вот прям вот если вы разработчик, сидите здесь, да, придите к вашему руководству, скажите, что надо сделать. Ночные сборки продукта с тестированием. Jenkins, можно там Hudson, можно что угодно. RedMind в качестве системы контроля версий, который тесно интегрирован с GitLab по-настоящему. Ставишь таск там, он автоматически появляется, отражается там в другой системе. Система миграции. Без системы миграции, если у вас проект развивается никуда, систему миграции вы можете взять готовую, из фреймворка вытащить, сейчас их до хрена, мы свою написали. Ну, у нас просто нету готового фреймворка, ни один из фреймворков нам не подошел, поэтому у нас система миграции своя. И еще дополнительно, в силу того, что у нас много различных мастер-веток, у нас много клиентов, версия каждого клиента, она друг от друга отличается, для того, чтобы делать изменения только в одной ветке и не делать ручную работу, у нас есть система, которая очень похожа на систему миграции, но это система автомержа. То есть есть базовая ветка, и все изменения, которые в эту ветку попадают, они раскладываются во все остальные. Автоматически, по расписанию. Когда ваш продукт доходит до заказчика, перед вами встает тема continuous delivery. До непрерывной доставки вашего кода, вашего продукта до сервера заказчика. Инструменты, они все, в принципе, известные, они все хороши, можно брать там любой. У нас вот такие. Vagrant Docker для разработки и тестирования, управление конфигурациями серверов Puppet, доставка, обновление кода Fabric, мониторинг Zabbix. Вы можете взять что угодно по-настоящему. Вместо Puppet можете взять каком-нибудь Ansible. Буквально час назад говорили, что все, что кроме Ansible, умерло. У нас еще не умерло. У нас еще труп пинается немножко. Мониторинг. Zabbix, наверное, вообще инструмент такой монструозный и старый. Сейчас есть много прикольных новых, но у нас до сих пор Zabbix. Но вот это все должно быть. У нас есть особенности нашей Continuous Delivery. Эти особенности вот такие вот. Мы не можем нашу систему ее остановить. Если мы ее остановим, в любой момент может прийти тот самый, черт подери, анализ, который убьет пациента, который мы не сможем принять. Из-за этого у нас отсутствие технологических окон. Но при всем при том, обновляемся мы по кнопке, в принципе, наверное, самая лучшая практика это вообще обновление по расписанию. Честно говоря, здесь вот внутри просто сидит некий страх. То, что если оно будет по расписанию, мы об этом не узнаем, и оно умрет и так далее и тому подобное. Страх по-настоящему наигранный, но он у нас присутствует, поэтому обновление у нас запускается по кнопке. И когда мы запускаем обновление, лично я, если нажимаю кнопку, я смотрю там налоги серверов, а не дай бог у меня случится какая-то ошибка. У нас в силу того, что опять же вот это вот Continuous Delivery, отсутствие технологических окон, у нас отсутствует миграция, которая изменяет или удаляет данные в базе данных. Ну, практически отсутствует. Удаление так точно, изменение, оно крайне редко случается. То есть мы сначала изменяем базу данных, база данных новой версии работает со старым кодом, потом мы переключаем нашу кодовую базу. Особенности вот такой схемы, это то, что мы в таких вот проектах, если у вас жесткое требование по надежности, там 24 на 7 и все такое прочее, вы не можете использовать объектную модель с жестким привязыванием к схеме данных, например, доктрину. Если вы будете ее использовать, тогда вы, если вы сначала обновили базу данных, у вас старый код, старый код увидел новые поля в базе данных, упал в кору. Да? Пользователь недоволен. Сначала обновили код, в базе данных нет новых полей, черт подери, то же самое. Поэтому, ну, вот такая вот особенность, такие грабли, на которые сразу предупреждаю, если вы начинаете новый проект, и у вас 24 на 7 и отсутствие технологических окон, вот нельзя вот использовать такие УРМ-ки. Следующее, о чем мы поговорим с вами, это персонифицированная ответственность. Надо понимать вообще, на кой черт она нам нужна, зачем она, и что за три матерные буквы вот в углу слайда. Иногда случаются ситуации, когда вроде система работает, вроде каждый человек работает, а есть проблемы. Тогда нужно что-то менять, нужна персонифицированная ответственность. Вообще, по-хорошему, с персонифицированной ответственностью большинства разработчиков, да и у меня тоже, и вот с тремя буквами матерными KPI, вот примерно такое отношение. Все горит, а давайте введем KPI, но нам пришлось эти KPI вводить. Почему нам пришлось вводить эти KPI? Первая проблема. Задача провисает на промежуточных стадиях. Вы поставили задачу как менеджер разработчику. Разработчик ее сделал и отправил в тестирование. И он думает, я сделал, все, моя зона ответственности кончилась. Тест-отдел, не знаю, чай пил, сильно загружен другими задачами, начал внедрять селениум-тесты, и весь тест-отдел пошел делать селениум-тесты. И задача неделю висит, ожидая тестирования. Вроде никто не виноват. Вроде все занимаются правильным делом. Но задача не решена. Сроки горят. Для того, чтобы это не происходило, мы внедрили фактически два параметра KPI. Первый параметр. Разработчик у нас отвечает за общий срок закрытия задачи. Очень не нравится этот разработчик. Потому что он думает, ну, какого черта я должен отвечать за тестировщиков, за то, когда ее возьмут в код-ревью и так далее, и тому подобное. Но я вам хочу сказать, когда от разработчика, фактически от его действий зависит нагрев его стула, то все сразу работает. Задача не провисает, код-ревью делается быстро. И в итоге задача быстро закрывается. С другой стороны, честно, мои разработчики, так как у нас KPI работает и в минус, и в плюс относительно зарплаты, мои разработчики, ну, вроде к этому KPI относятся достаточно лояльно, потому что это фактически законный способ получить зарплату больше своей оговоренной. Понятное же дело, что вот во всем этом процессе разработчик не может повлиять на тестировщика. Он вроде может подойти там, может даже с ноги пнуть, может попросить, но не всегда работает. Для того, чтобы это работало, у тестировщиков тоже есть ответственность. Они не должны, собственно, допускать, чтобы задача более чем сутки рабочие, висела, ожидая тестирования. Вторая проблема – это качество реализованных задач с точки зрения бизнеса. Маленький пример. Буквально три месяца назад делалось задачи, делали в систему возможность, чтобы доктор мог назначить препарат, там, Тарафлю, например, пациенту и так далее, ну, формализованно. Задача была сделана, ее начали вот внутри там, она прошла тестирование, то есть задача вроде как закрыта, собираем эпик-задачу, я смотрю, что сделали. Там три поля – препарат, дозировка и форма этой дозировки. Теоретически, ну, там, дозировка препаратов – это что там? Таблетка, миллиграмм, да? Разработчик даже не подумал, что это таблетка, миллиграмм, взял первый попавший справочник, в итоге препараты можно назначить там в тоннах, в палетах, в метрах или килограммах. То есть, ну, нате вам тонну аспирина. Очень килограмм. Да, действительно. Или палету бинтов. Фильм «Мумия возвращается». Вот, то есть ошибок нету, программное обеспечение работает, но присутствует ошибка с точки зрения бизнеса. Вот эта вот ответственность, она у нас возложена на руководителей продуктовых групп, наших лид-разработчиков. Когда они собирают эпик-задачу какую-то, ну, или группу, там, маленьких задач, они должны, в общем, в силу своей ответственности проконтролировать, чтобы вот такого вот не происходило. Когда нужны эти процессы? Опять же, возвращаемся к стадии разработки, к стадии внедрения и развития. Когда у вас идет активная разработка, континьюз-деливери вам не нужен, вам нечего еще доставлять. Персонифицированная ответственность по-хорошему вам тоже еще не нужна, потому что даже если сделали что-то не так, у вас есть время еще исправить. Да, вы там спихнули, там, на последние 10% времени перед релизом, и в этих 10% времени все пофиксили. Оно, в принципе, работает. Но есть проблема. Когда эти процессы внедрять? Континьюз-деливери, как минимум, вам надо внедрять тогда, когда вы еще разрабатываете. Потому что тогда, когда вы уже зарелизились, если у вас этого процесса нету, вам станет резко плохо. Если у вас один сервер, вы можете ручками из репозитория вытянуть коды, ручками обновить, но когда у вас этих серверов 5, 10, 15, 20, тысячи, 10 тысяч, все становится плохо. Маленькая картинка, которая еще, которая предусхищает такой пункт, как контроль качества. Собственно, вот в процессах у нас последним, наверное, что идет, последним, по-моему, да, последним, это контроль качества. Так как у нас качество, как я уже говорил, это красной ниткой. Качество у нас обеспечивается не только уровнем, грубо говоря, компетенции разработчиков, тестировщиками, кучей тестов, ну и еще обеспечивается процессом. Процесс тоже важен. В принципе, это имплементация стандартного GitFlow на вот наш, скажем, наш бизнес-процесс. Что у нас получается? У нас есть мастер-ветка, от которой форкается Epic, потом задача, потом это разрабатывается, автотесты, код-ревью проходится, естественно, все это может вернуться. Значит, вот синие веточки, синие стрелочки, которые здесь есть, фактически, эту синюю стрелочку можно развернуть вот в такой же круг. То есть, если мы на этапе функционального тестирования, вот при сборке Epic задачи или при регрессии основной мастер-ветки нашли какие-то ошибки, каждая ошибка, вот она может, если эта ошибка достаточно серьезная, она может пойти по этому кругу снова. Если отсюда что-то исключить, какой-то элемент, качество начинает страдать. У нас вот оно так. Инструменты контроля качества у нас. Это вот эти вот 7 пунктов. Начиная с ТДД, заканчивая ночными сборками. Давайте по очереди. Тест-драйвинг-девелопмент. У кого применяется? И как вам? Работает? 50-50. 50-50, да? А в каких случаях не работает? Когда что-то очень сложное или когда меняются задачи на ходу? Когда меняются задачи на ходу, по-моему, мало что работает. Смотрите, у нас ТДД не всегда, объясню почему. У нас ТДД тогда, когда мы делаем новый функциональный блок. Зачастую задача от заказчика добавьте нам кнопочку, добавьте нам формочку, добавьте нам что-нибудь. Это можно протестировать с помощью автотестов, но это функциональный, и тесты. Это Selenium у нас в данном случае. У нас этим занимается тест-отдел, отдел тестировщиков. ТДД — это все-таки в области разработки. Поэтому ТДД у нас есть. Его у нас немного, сразу скажу, потому что у нас на стадии развития проекта новые фичи, именно глобальные, они достаточно редко появляются. Но когда мы делаем новый функционал, у нас ТДД есть. Если мы делаем что-то функциональное с точки зрения клиента, тогда ТДД у нас нет. Код-ревью обязательно. К вам может прийти любой разработчик, он не знает еще архитектуры, он не очень хорошо разбирается в коде. Уровень этого разработчика может быть недостаточно высок, да и даже тот разработчик, у которого уровень высок, вчера он болел за любимую команду на финале Лиги Чемпионов, просто травм пришел на работу и написал такого, что у всех глаза стоят, стали квадратными. Обязательно ручное тестирование задачи обеспечивает отдел тестирования. Функциональные ручные тесты при сборке EPICA обеспечиваются лидами и отделом тестирования. Регресс автотестами при стейбл-сборке и ночные сборки в Jenkins. Это то, что у нас обязательно применяется. Когда и что внедрять? Опять же, возвращаясь к нашим временным рамкам. В развитии вам нужны все. Функциональные тесты при сборке EPICA задачи автора игре сборки стейбл при разработке не нужно, потому что у вас еще фактически нет стейбл, когда вы разрабатываете проект. Нет стейбл, нет проблемы. Хорошо, да? Про команду. Немножко поговорим про команду. Как она у нас устроена, особенности нашей команды. В принципе, вот здесь вот есть такой слайд со схемой. Я его достаточно быстро пропущу, он будет понятен, просто у нас в голове сразу возникнет в дальнейшем. Начнем с тестирования. Фактически, обеспечение качества. По нашему опыту вот это вот примерно, ну, можно назвать минимальный, можно назвать оптимальный. Один автоматизатор Quality Assurance Engineer на 5-6 разработчиков среднего уровня разработчиков. Один ручной тестировщик на 2. разработчиков. Вот второй пункт вообще нарушать нельзя. Если мы нарушаем второй пункт, у нас задачи начинают провисать в тестировании. Либо в качестве, либо в сроках. Поэтому, я, честно говоря, не знаю, как в других компаниях, мне на второй год удалось донести до руководства, что нужно вот такое вот количество ставок тестировщиков. После внедрения на тестировщиков планировалась, ну, и возложена частично поддержка. Это плюс 1 ставка у нас. Разработка. У нас, мы пришли к тому, что у нас все разработчики делятся на группы. В голове каждой группы, небольшой, у нас стоит фактически лид, тот, который собирает эпик задачи. В группе не более 4 человек. Группа работает над эпик задачей, или группой задач небольших, которые определены, сгруппированы как-то. А сборки этих задач и сроки разработки не занимают не более 2 месяцев на группе. Вот эти правила, которые позволяют нам очень гибко наши ресурсы внутри разработки перекидывать с проекта. Ну, всегда бывает так, что к нам прибегает гендиректор и говорит, нам завтра надо. И вот ты хоть-то тресни. Ты говоришь, ну, у нас же план, ну, как так можно? Не волнует, нам завтра надо. Ну, вот наличие таких групп, оно позволяет отследить, что там заканчивается, что не заканчивается. И вот эти вот правила, они позволяют управлять вот этими группами и ресурсами на более таком предметном уровне, более низком. Дальше я хотел бы поговорить о такой теме, о как, собственно, удержать разработчиков. Вот для меня тут в этом зале выступал товарищ, который говорил, как нанимать разработчиков. Нанимать разработчиков, в общем, это отдельная тема. И она, мне кажется, намного проще, чем тема, как удержать разработчиков. Дело в том, что мы делали продукт два с половиной года, сейчас его два года уже почти поддерживаем. Пять лет цикл. Люди устают. Люди устают, люди хотят перемен. Поэтому вот лично я руководствуюсь вот примерно вот этими вот пунктами. Не строите искусственных преград. Не надо делать фигни, типа, чтобы в девять утра все были на работе. Рынок диктует свои условия. Рынок диктует свои условия. Он уйдет в соседнюю дверь, где ему можно приходить когда угодно и уходить когда угодно. Но в то же время не забывайте устанавливать рамки. Всегда, ну, если рамок не ставить, тогда наступает проблема, что разработчики слишком, разработчики, вообще сотрудники начинают слишком поверхностно относиться к своим задачам. Объясняйте свои решения. Даже если вы категорически не согласны с человеком, даже если человек вам может быть где-то неприятен и так далее, к вам подошел разработчик и предложил сделать так. Вы архитектурно с ним не согласны. По срокам, по деньгам объясните ему. Они всегда услышат ваши слова, они услышат вашу мотивацию, если вы ее донесли. И они ее поймут и примут. Если вы просто скажете, что нет, я умнее, нет, потому что я так сказал, у разработчика сразу в голове появится минус, типа, а что я тут вообще делаю? Здесь же умнее меня люди работают, я пойду поищу где-нибудь такие умные. Обязательно следите за рынком и обращайте внимание, где на рынке находятся ваши люди. В свое время руководство владельцем моей компании они заказали исследование рынка PHP-девелоперов. И им принесли. Это было два года назад. Нам было написано медианная зарплата в России 40 тысяч рублей. И мне говорят, слушайте, ну у нас же клево. У нас же зарплата выше медианной. Я говорю, а это исследование вообще где? Говорят, по всей России. Я говорю, а кого? Направили запрос в компанию, которую делали. Ну там в основном те, кто сайтики клепает на WordPress, джумли и так далее. Если вы делаете сайтики, если вы находитесь где-нибудь в Кирове, ну наверное да. В Сургуте. Еще там где-нибудь. Я не знаю, в общем, не в Москве, не в Петербурге, не в Нижнем, не в Казани. Если вы в Москве и вам нужны квалифицированные разработчики, которые могут там ставить задачи и так далее, то это не 40 тысяч. Обращайте внимание на границу рынка. Обязательно поощряйте людей. Если вы не можете поощрить их материально, хотя я считаю, что материальная похвала лучше из всех похвал, если вы по каким-то причинам как руководители не можете их похвалить материально, ну хотя бы скажите о том, что они крутые. Обязательно следите за иерархией подчиненности. Каждый человек в вашей команде должен знать, кому он подчиняется. Не должно быть горизонтальной ответственности, не должно быть горизонтального подчинения. Не должно быть так, что у вас пять начальников, один подчиненный. Эта лодка обязательно потонет. Она не выплывет. Всегда должна быть иерархия. Возвращаясь опять же к нашей тематике разработка, развитие. Вот если вы делаете продукты, а потом продукты развиваете, вот в этой во всей длинной истории есть одна точка, когда вот это все не работает. Эта точка называется внедрение. Вы сделали продукты, перешли в стадию развития. Все. Не работает. Люди, люди после запуска проекта от вас точно уйдут. Мне это говорили до запуска проекта, я в это не поверил, но в какой-то момент я просто смирился. После того, как разработчик сделал задачу, у него в голове, я эту задачу сделал, я пошел делать другую задачу. у меня ушло 40% команды. Мы следили за рынком, создавали хорошие условия. Вот ровно, когда мы внедрились, примерно в это время 40% команды ушло. Смириться и открыть вакансии. Готовьтесь к этому, если вы разрабатываете. После того, как вы продукт сделаете и выведете на рынок, у вас уйдет часть команды. Теперь немножко програбли опыт. Здесь пришлось немножко поджать, у меня доклад был несколько на большее время, просили ужаться. Поэтому быстро. Два слайда програбли и опыт. Что должно быть к моменту запуска продукта? Без этого ваш продукт немножечко может потонуть. Обязательно мониторинг, обязательно CRM в контексте взаимодействия с вашими клиентами. Клиенту надо куда-то направлять вам сообщение об ошибках, сообщение о своих желаниях. Вы можете сказать пишите, куда хотите. Вы потонете. Потому что у вас будет часть в почте, часть в Телеграме, часть где-то еще, часть в Вики. Что-нибудь вы точно забудете. Откуда это прилетело? Зачем это прилетело? Настройте единый канал. Это может быть что угодно. Вы можете в качестве CRM использовать почту. Скажите, вот этот адрес, пишите сюда. Это нормально, но должен быть один канал. Обязательно перед запуском у вас должна быть работающая в режиме системы, то есть такая дублирующая. Особенно это характерно, если вы замещаете с собой какую-то старую платформу. направляйте туда данные, посмотрите, как ваша система будет жить с условиями реальных данных. Дело в том, что пользователи они всегда делают не так, как запланировано. У нас, опять же, есть реальный пример. На одну формочку, ну вот форм в системе много, на одну формочку забыли поставить блокировку формы после нажатия сабмита. У нас врач, один, который пользовался нашей системой, он эту форму отправил 686 раз. Он сидел и нажимал 7,5 минут. Каждые полторы секунды. Такое вот, вот такое можно только с пользователями. А если у вас система сложнее, чем две странички и рассылка, у вас должно быть описание функционала вашей системы. Мы это выстроили в виде вики, где одна страничка вики просто описывает, что есть на каждом экране, какие кнопочки и что эти кнопочки делают. Зачем это надо? Через год вы сами забудете, что делает эта страничка. Объективно. Второй слайд программный опыт техдолг. Кто в своей разработке техдолг считает полноправным участником задачи? Как хорошо. Вы знаете, два года назад этот вопрос задавали Баду на одной из конференций. Там поднялась одна рука. Это боль. Любые процессы, любые компоненты вашей системы, технологии, языки движутся. В PHP сейчас новые версии появляются, все активно переходят. Если вы будете оставаться на месте, через 3-5 лет продукт умрет. Техдолг должен быть полноценным участником системы планирования. Если вы проект разрабатываете, забудьте пока на время разработки про техдолг. Иначе здесь уже бизнес-требование такое есть, что один человек сделал идеальные проекты, проиграл тому, кто вывел на 2 месяца раньше с костылями и не готовый. Поэтому пока вы разрабатываете, забудьте про техдолг. Как только у вас проект работает, техдолг это полноценный участник разработки. Я знаю, что многие владельцы бизнеса, те, кто не разработчики, то есть те, кто над вами стоят, а если это менеджеры, экономисты, не знаю, кто угодно, они не понимают, что такое техдолг. Можно с этим смириться. У меня примерно такая же ситуация, мы делаем просто. Мы техдолг закладываем в оценку задач. Пришло бизнес-требование, мы просто на 30% умножаем оценку и говорим, вот этот техдолг наш. За счет этого мы сделаем наш техдолг. фактически это кратенько наш опыт, который у нас накопился за 4 года, так, голопом по Европе. Теперь я хочу вам задать вопрос. Есть ли у вас опыт сначала сделать проект, а потом его поддерживать? Если есть, то что сложнее? Поддерживать, да? Хорошо, что у вас есть это понимание. Поддерживать и развивать действительно, ну, те, кто не знают, намного сложнее, чем проект сделать. Пока вы делаете проект, вы можете допустить ошибку. И эта ошибка вам ничего не стоит. У вас еще нету стейбла, у вас нету продакшена, у вас нету пользователей, которые от вас отвернутся. Как только вы проект сделали, как только вашим проектом пользуются, любая ошибка вам стоит колоссальных фактически денег. Это прописные истины, но вот эти развивать проект намного намного сложнее. Друзья, на этом у меня, наверное, все. Вопросы?